здарова народ в прошлый раз я рассказывал про библиотеку midi контроллер сегодня расскажу про библиотеку control surface с помощью нее можно подключить потенциометры кнопки энкодеры дисплеи светодиоды джойстики и свитчи кроме того библиотека постоянно обновляется и добавляются новые фишки на сегодняшний момент эта библиотека очень хорошо подходит для работы с миди для начала нам нужно скачать и установить библиотеку идем в гид репозиторий библиотеки справа есть кнопка clone o download если у вас ее нет то нужно будет зарегистрироваться на гитхабе нажимаем download zip после того как библиотека скачалась открываем среду ардуино заходим во вкладку скетч подключить библиотеку и есть пункт добавить zip библиотеку нужно подождать некоторое время пока библиотека установится вот у нас есть тут надпись что библиотека установлена готова сейчас немного расскажу о том как искать решение на свои задачи если в примерах библиотеки вы не нашли тот скетч который вам нужен и вы не знаете как нужно там что-либо подключить и либо как прописать в ходе вот здесь в библиотеке есть вкладка ищусь в этой вкладке люди создают топики допустим какие-либо проблемы с которыми они столкнулись вот здесь внимательно посмотрите может уже решение есть готовая также есть вкладка closed то есть закрытые топики это значит что люди уже нашли решение на свои вопросы я настоятельно рекомендую не захламлять ветку и не создавать вопросы по пустякам для начала посмотрите может уже есть ответ на похожие для вас вопрос файлы проекта на гитхабе полностью соответствует тем файлам которые вы скачиваете при установке библиотеки сейчас пойдем в пуск документы arduino libraries и control surface master вот здесь имеется папка source для нас имеет значение папка midi constance внутри папки есть файлы в которой хранятся разные значения которые можно изменять под свои нужды для начала взглянем на файл control change . hp в этом файле содержится список всех midi cc которые могут использоваться в скетче в правой части у нас находятся номера этих midi cc а слева их название этот список midi сообщений полностью соответствует тому списку который есть в документации midi для примера я сейчас открою какой-либо скетч ну вот допустим скетч с потенциометрами вот когда мы создаем потенциометр то у нас в параметрах есть вот допустим channel volume вот видите он соответствует вот этому названию то есть в параметрах потенциометра прописываем те названия которые указаны в этом списке сейчас если загуглить midi cc лист можно любую ссылку взять вот допустим первую вот здесь есть список вот этих midi cc вот в колонке у нас указаны номера и вот здесь в списке у нас также есть вот эти же номера в этом файле только не прописаны миди сообщения undefined их вы можете сами создать просто скопируют эту строку и вставлю ее ниже здесь напишу свое название допустим my control и от немного отодвину и изменю на тройку и сохраняя файл дальше тут есть такой файл mcu.hpp здесь хранятся значения протокола mcu то есть это make control universal например на кнопку можно назначить какое-либо значение там mute или solo либо горячий клавиши f2 и f3 и так далее а дальше вот в этой библиотеке есть файл notes.hpp в этом файле хранятся все названия нот которые вы можете использовать в своем скетче обратите внимание что вместо диезов здесь используются бемоли например сейчас открою скетч с кнопкой которая посылает ноту и вот здесь в параметрах кнопки есть название ноты си цифры которые здесь указаны не имеют никакого для вас значения это только для библиотеки вам понадобится только название нот также в этой папке есть файл программ чеч .hpp здесь хранятся названия всех программ ченч например и если вы хотите чтобы кнопка переключала пресеты и на виртуальном синтезаторе вы можете использовать вот эти вот названия в папке midi outputs и хранятся все классы которые могут быть использованы в ваших скетчах например кнопка которая посылает midi cc имеет класс cc button и так в библиотеке есть примеры это уже готовые скетчи так сказать и заготовки вы можете брать и разные части кода из этих скетчей и тем самым делать свой собственный проект примеры разбитые по разным категориям в миде output содержатся все устройства которые отправляют миде из ардуино на какое-либо устройство например компьютер или синтезаторов то есть это могут быть например потенциометры кнопки свечи энкодеры в разделе midi input их содержатся те устройства которые принимают мини сигнал например это светодиоды также есть и другие категории для банков для дисплеев и так далее например если вы хотите сделать свой проект в котором будет энкодеры кнопки или потенциометры вы можете использовать код из разных скетчей тем самым создав свой собственный скетч например вот так выглядит код для шести потенциометров и шести кнопок в первой строке у нас указывается подключение библиотеки к отрус офис дальше идет создание объекта миди интерфейса вот здесь красным цветом обозначается класс класс cc-button-leashed используется для кнопок которые работают в качестве свечи первым параметром я указываю номер пина на который подключена кнопка на плате ардуино дальше указывается номер миди сообщения и номер канала класс cc потенциометр используется для того чтобы потенциометр посылал миди сиси в области сетап указывается начало работы библиотеки и в конце в области луп у нас указывается постоянное обновление работы этой библиотеки для того чтобы изменить скетч под свои нужды например добавить кнопку я просто скопирую эту строку и вставлю ее ниже первым параметром изменю номер пина и допустим изменю миди сиси и номер канал могу изменить аналогично могу поступить и с потенциометром просто скопирую эту строчку и вставлю ее ниже поменяю на номер пина допустим 6 и поменяю миди сиси также могу изменить номер канала автор библиотеки control surface раньше делал библиотеку миди контроллера на которую я делал обзор но сейчас он уже не поддерживает эту библиотеку а переключился на control surface и постоянно идет обновление этой библиотеки вопросы по библиотеке либо по скетчем либо еще почему можете задавать мне на почту либо вконтакте на сегодня все удачи